Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в коем другом нет спасения, враг и сестры, дамы и господа, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым он пришел бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу! И сегодня молитва и его трансляция на ютубе именно с храма Каплыцы, есть храм-часовня святого Иосифа Прекрасного. Вот здесь даже изображение есть Иосифа Прекрасного. Да, вот, вот, повторное подключение. Оно вот интернет всегда вытягивает, к сожалению. Но ничего, есть запись, поэтому, кто вынужденно прерывается в трансляции, то тогда уже запись можно посмотреть полностью. Вот, и сегодняшнюю запись начну со Слова Божьего, если… Так, где все сейчас… Из послания к Ефесянам, то, что на утренней молитве сегодня читалось, самое начало, первая глава, Павел пишет… Павел в воле Божьей апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас с Себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он поблагодарствовал нас возлюбленным, в Котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Аминь. И вот, друзья, ну, здесь мы сейчас не будем совершать предупреждения, хотя здесь тоже можно, вот, и даже и нужно, думаю, будет в субботу, наверное, как раз, вот, чтобы было их предупреждение, причастие в Христе было у нас здесь. Вот, по-другому, кто в субботу может быть здесь, на ВСНЕМА 24 в Киеве, в Коплыце Святого Иосифа, то приезжайте в субботу. Здесь я с 9 утра, получается, вот, молитва у нас с 9 утра, вот, и общение, молитва и причастие будет, да и восстановление. Вот, в прошлое, позапрошлое воскресенье мы здесь делали, вместе с, вот, Любовь Давидовна нашей, вот, Кушнировой. Я смотрел. Да, вот с ней вместе сделали, да, мне очень понравилось, слава Богу. Вот, так что приезжайте. Вот, а кто не может быть, или то, значит, ну, благоставляйте нас, молитесь тоже за нас, слава Богу. Ну, да, вот, к сожалению, трансляция у нас прерывается. Я сейчас, наверное, сделаю повторное включение. Кто подключился? Друзья, вынужденно сейчас я сделаю второе подключение по техническим причинам. Оставайтесь с нами, как говорят, да? Так, там, или после, там, реклама, да? Ну, у нас реклама здесь нету, хотя на ютубе пишут сейчас, что можно делать такую вещь, вставлять, чтобы после видео была какая-то, у них, реклама там, не реклама, а информация твоя, которую ты хочешь. Нелетий. Да. Думаю, думаю, это очень хорошо. А вот так есть, авторынок. ВРСНЕВА 24, автокраски, авторынок, шиномонтаж, 7 хлебов. Да? Да, я вот обозначу 7 хлебов. Здесь есть кафешка. Если будете на ВРСНЕВА 24, то обязательно зайдите. Это не на правах рекламы, а просто вот, просто так. Добрый совет дает. Бесплатно. Очень хорошая вещь, когда христиане имеют свои вот такие кафешки. вот, и вторую часть сейчас делаем. Раз первая. Не включалась, так у нас хорошо. Вот, дай больше, чтобы вторая часть была успешная. Слава Богу. Ну, а для записи на камеру сразу поясню, что сегодня я тоже общался здесь уже с братьями. Вот. И как раз общался на тему, кстати, вот. Почему я не сказал-то. Служение. Потому что здесь копыльца. Это небольшое совсем такое. Часовная такая. Как комната, можно сказать. Вот. Но в Карпатах построили, вот и хозяин этого магазина построили, значит, братья Томати, значит, храм. Как они назвали его? Я забыл название какое-то интересное. Ну, как бы, примирение разных христианских конфессий, как бы, деноминаций. Как-то так оно примерно звучало. Вот, значит, по-русски я примерно так так понял, что вот именно, что храм примирения, как бы, единение, как бы, вот, именно, разных христианских конфессий, деноминаций. Вот. И это такой пока единственный, как выяснилось, да, единственный пока такой храм, значит, на территории Украины. Вот. И молились. Сегодня тоже я застал помолить как раз вот утренню здесь. Вот. Слава Богу. Многие, очень, кто имеет здесь бизнес, да, от него собираются молиться. Слава Богу. Утром, оказывается. Очень хорошо. Очень хорошая традиция. Вот, значит, и делиться тоже словом. И вот, значит, их молились также о том, чтобы и здесь, вот, в Киеве было нечто подобное, чтобы был такой храм примирения, шире, как бы, единство такого. Именно не просто, как вот, идея антихриста, да, такая смешая в кучу всех, а именно идея христицептичная. Чтобы явить Христа, чтобы Христос Иисус был центром. Чтобы Он не просто Господь Иисус, Господь на какой-то конфессии, там, где номинация, а что Он Господь вообще над всем миром вообще. Что Сам Иисус Христос во славу Бога Отца. Вот, о чем сейчас читал, вот, и отсутствует. Вот. Что действительно это... И, кстати, здесь написано Ефесянам в шестом стихе первая глава Ефесянам. Шестой стих написано. «В похвалу славы, благодати своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным». Потому что обычно мы, вот, когда говорим «благодатный», да, что мы имеем в виду обычно? Ну, в православии мы обычно имеем в виду, ну, Богородицу, Марии, Матери Иисуса Христа, да. Вот, значит, потому что радуется благодатный Господь с тобою. И поэтому обычно такое, как бы, представление, что вот она, Мария, Матери Иисуса Христа, Господа нашего, она вот именно благодатная и облагодатствованная. Но в Новом Завете говорится, что не только сама Мария была благодатной, да, облагодатствованной, но что каждый верующий, возрожденный свыше человек, он облагодатствовал вам возлюбленным. То есть, по сути, каждый человек, в ком живет сам Христос, кто является частью тела Иисуса Христа, он есть в благодатной. Он был облагодатствован возлюбленным. Слава Иисусу! Вот, поэтому очень важно такое слово для понимания, для вот действительно, ну, христианского такого просвещения, просветления. Слава Богу! Поэтому и ты, и я, каждый верующий, он облагодатствован, возлюблен он в Иисусе Христе. Вот. И сегодня тоже, не знаю, на второй трансляции что-то нету пока подключений. Дай Боже, чтобы трансляции, чтобы они были, ну, как бы, подключаемы. Потому что темы-то важные будут, но, по-любому, вот, записи, записи потом выкладывают на Ютуб. Вот. И, знаете, друзья, еще в конце прошлого года, семнадцатого, с Алексеем Ивановичем, значит, нашим благочинным, да, и еще, с кем еще и братьям, кто не помню. Ну, из наших священников, с Черкащины, вот, значит, да, с Черкацской области, отец Виктор, еще братьям, значит, потом Василь, это, значит, сейчас, с Винницкой области и Ленцы, вот, тоже, значит, давал такие распечатки, братьям, литургии уже нового образца, вот, надо сделать и на русском все это, потому что дороголось. Мне как-то на украинском, оно как-то, не знаю почему, но прямо это легло на сердце, и оно так быстро все... Знаете, когда от Бога, от Бога благостаняет, так работаю, оно само собой как-то быстро делается вся. И даже потом там говорится, надо же как-то... Даже не подумай, что Вы русскоязычный человек, вот, как будто Украины-могный, потому что такие обороты, и все. Ну, я ему тайны всякие выдал, конечно, мне и Google помогал, значит, там, значит, переводчик, там, как бы... И потом я какие-то непонятные вещи я писал, там, братьям, чтобы, значит, какие еще и слова, какие красивые, в принципе, старые слова, которые не старые, а такие исконные, которые вот характеризуют то или все. Так что я консультировался. И молился, конечно, вот, и вот, с Божьей помощью. На одном дыхании прямо вот это вот украинское родилось, значит, и другие украинские. Вот. И надо, чтобы так Бог благословил и русскую, и другие. Это уж так же вот. Раз на одном дыхании. Вот. Слава Богу. И на других языках, не было русским то же самое, ну, на разных языках. Что было? Вот. Надо использовать уже существующие переводы. Как, допустим, вот, переклад. Существующий уже есть. Вот, украинский. Я-то использовал, конечно, основу уже существующий перевод. Греко-католический взял на другие там издания. Ну, киевского патриархата взял издание тоже, да, вот, старое издание. Вот. И это новое уже издание. Вот, значит, тоже киевского патриархата издание. Вот, украиномовное. И в ритургии, вот, о чем, кстати, вот, и то, что мы говорили, да, что должна быть все-таки краткость. Потому что одно дело, когда какая-то обитель, допустим, да, совершать, или люди уже с собранием людей, допустим, готовых к многочасовой какой-то, допустим, службе какой-то, да, настроенной на такую многочасовую службу, уже пришедшей со знанием дела, там, не знаю, может быть, все у нас, не какая-то, не знаю. Большой праздник. Большой праздник, да, большой праздник, допустим. Вот, есть люди, которые и имеют уже опыт, уже определенный религиозный, сноровку такую, как религиозную, и уже готовы уже к многочасовой такой. Но, правда жизни в том, что подавляющее большинство православных, да, и вообще людей, обычных людей, да, граждан, вот, многочасовую службу, ну, в тягость, вот, даже вот Александр Григорьевич, даже самая сложная. Очень толковые слова сказал, чтобы люди приходят в церковь, на языке непонятно молятся, службы долгие, бабушки падают, где лавки, лавки должны быть, язык должен быть понятен, люди. Да, вот все толком объяснил, то есть, да, так что, бать, бать, как правильно объяснил, потому что, в принципе, значит, получается, что, если он не старый человек относительно, да, вот, значит, и с трудом выставил службу. Ну, трехчасовые утренние, если с литургией. Ну, да, постоят три часа, а бабушки, допустим, но они перемираются, терпят, конечно, ну, уже всю жизнь, как вы говорите, там, памятник терпящему мальчику. Да, то есть, как бы, не, ну, люди терпят, конечно, да, вы терпят и три часа состоят, но зачем, оно в ногах правды нет, говорят так, в народе, да, в ногах правды нет, потому что это все остается для других, но много ума не надо. Знаете, на самом деле, и это, как бы, и не Богу не нужно, и человеку не на пользу это, вот, так что, тем более, там, если он там всю неделю отпахал, значит, да, значит, и еще плюс еще и в церкви еще тоже, получается, он вот так вот отстаивает. Да, 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 африканская церковь, там даже вот афроамериканцы танцуют, бьют в барабаны, даже так, девочки служат пономарями, пономарихи, вот, они открыты, это официальная церковь, не сетканская, а бельгийская. А есть ли некоторые, кстати, афинские православные церкви вечером три часа, в духовное время, то есть не надо так долго поспиться, вот, как обычно, нет у этих правил, которые остались, у них, как и у греха, которые есть вечерние методики, вот, человек приходит после работы, он идет. Ну, правильно, все это для человека, это правильный, правильный подход, надо, вот, это тоже, не знаю, в интернете можно найти, какие-то другие, вот, африканские, даже, ранее интереса, даже, вот, посмотреть, какой у них, на английском, наверное, есть языки, на грехе. Не знаю, они на английском молятся, там, александрийский патриархат, он отхватывает глубоко на английской территории, это вся Африка, и возглавляет береги, но очень много рабов, даже, ну, особенно сиро для части Африки, арабские, арабы-говорящие. Может, у них на арабском, даже? Ну, там, сложно, интересно, интересно, потому что с Иордании, там, значит, там, вот эти священники приезжают тоже, они на арабском, да, православные, священноступы идти на арабском, да, и другие у них, у них, там, как мечети, даже, они, мы-то обувь проходили, они, там, все-таки, обувь снимали, как бы, у них свое почтение, даже, у нас в храме не развивались, И японская православная церковь тоже, татами и босикомки дают, и тоже службы не очень много, тоже есть, есть переходы с долгими службами и с короткими, не на японском языке, не на церковном слоянском, да, 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 там на японском, да, так что, бонзай, слава богу, вот, и все, друзья, вот, значит, в Самаре другие, потому что, вот, ну, я взял здесь, служебник у меня, с литургией Василия Великого, она чуть длиннее, чем златоустого, но, в принципе, та же самая литургия, только некоторые молитвы дополнены, просто и все, а костяк тот же самый, и льды все то же самое, фактически, абсолютно, вот, разница между литургией Василия Великого и златоустого небольшая совершенно, вот, значит, но, когда совершается полностью литургия, ну, конечно, лишний полчаса, это, как бы, ну, заметно очень, ну, вот, хотя даже некоторые священники даже служат не полчаса вечной больше, а даже больше, чем полчаса, выходит, вот, на, 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 на. кто хочет, допустим, такой старый вариант литургии, там, многочасовой, пожалуйста, нет проблем, но для обывателя, да, для обычного гражданина, вот, не сильно, как бы, там, углубленного в религию, но, как бы, действительно, желающего общиться в вечности, вот таким образом, посетив служение православным законам, почему бы не сделать такой упрощенный вариант такой, на самом деле. Вот, я думаю, это американская автокефальная православная церковь. Там у них не менее, ну, ну, примерно час длится самодургия, примерно час, то же самое. И там у них стульчики, вот, значит, люди садятся, но, конечно, какие-то молитвы есть, там, допустим, они стоят, хотя я видел даже интересные вещи, и потом фотографии я смотрел специально, вот, с их служением, и я понял, это не просто, там, такой, единичный случай, а у них это, там, даже, я так понимаю, ну, принято. Некоторые просто на пол садятся, и все, сидят на полу. Да? Ну, надо же, ну, в Америке вообще-то не заморачиваются молодежью. Садятся на полу, и все, раз, или подложился, и вот что-то там под ноги, или просто даже посадился, и сидят себе на полу. Так интересно, там, и вышел, там, архиерея, что-то рассказывает, и сидят, слушают. Так что, в принципе, оно, как бы, как бы, и в других наших классических, сейчас экономических, там, допустим, там, диакон выходит, восстанете. Э-э-э-э, в чем останется, все и так стоят, ну, как бы, ну, как бы, ну, это, это остаток от того, от древних в другие. В принципе, в древности сидели, как раз-то, не стояли, вот, просто в некоторый момент, надо было, чтобы диагон выходил и призывал встать. В Срединопольском, Срединопольском, Патриархате сидят. Там, в Стамбуле, тут, в главной соборе, там даже не просто лавки, а там кресло, у каждого кресла, высокие кресла. Ну, ни разу не было, что там было? А монахи, как бы, в григо-католиков, ну, вот это, гречи, они стоят, ну, опираясь на орли, а люди сидят в креслах. У григо-католиков в литургии обычно час длится, а праздничная час 15. Это же вместе с прокурикой, ну, короткой это. Ну, короткой прокурикой, да. Ну, в принципе, прокурикой. Потом можно добавить, они могут потом добавить, даже в прошиве, потому что, ну, когда, если какая-то тема, могут потом, например, полностью литургию провести, а потом в конце читать прокурик. Такой вариант есть, но обычно в середине. Вот, так что получается, да, на самом деле, вот держаться такой принцип, я думаю, будет очень хорошо даже. Поэтому, если наши священнослужители сейчас, или сочувствующие, интересующиеся, будут смотреть это видео, то, значит, вот призываем вот к какому действию, деянию такому. Вот. Тем более, в наше век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, вот, церковь не имеет просто морального права вот так вот стоять в стороночке, знаете, и вырождаться в такой какой-то религиозной... И дожидался смерти. И дожидался смерти. И дожидался смерти, не менее права. Да, 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 да. На самом деле, да, да. Господь Роман Паводином благословит. Вот. И сама религия вкратце, если объяснять, сама эта идея, она очень проста. Вот в Грузии, допустим, как объяснили, вот именно вот их понимание, вкратское понимание литургии, очень простое. Это как затянувшийся тост, только такой, более такой торжественный, оформленный, по царству порой, значит, там оформленный. Но, в принципе, да, оно так и есть. И почему грузины застолье все время воспринимали как часть литургии, как продолжение ее, как бы, такое, каждый праздник у них там обязательно начнут и там воскресное служение, ставят столы, а за Иисусом как ходили, где сидели, тоже он на холме, а остальные кто где, ну да, в принципе, да, сидели кто где. Вот, поэтому, вот к чему я рассказываю, что действительно как застолье, да? Ну да, 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 но они это восприняли. И вот, да, да, и вот они делали, ставят потом, как это агапы, допустим, в древности, да, и тоже, и все всего собираются, вот, сидят и спешат, да поздно, прям, кушают, общаются, вот, тосты поднимают, значит, там, есть священнослужители встают, значит, и простые граждане, вот. Вот, в принципе, литургия это как, вот, как вот, да, вот такой затянувшийся тост такой, ну, такой, ну, торжественный, какой-то такой, и священник, он здесь как, как тамада, такой, на этом пире, пир веры, вот, поэтому вот на этом пиру, в литургийном пиру, вот, опять-таки, зависит многое, конечно, от самого, ну, как бы, тамады, да, вот, как вот, и на обычные, например, мероприятия, какого-то, на праздник какого-то, допустим, да, на свадьбе, там, если тамада неинтересный, да, то и праздник, так, внеудавшихся это будет, вот, а если он интересный, да, еще человек, еще там, увлеченный этим делом, все, то же самое священник должен быть увлеченным, на самом деле, вот, вносить вот, вот, ну, свое чувство, как бы, религиозное свое чувство, вот, именно свое переживание Бога, да, вот, в это помещать все, поэтому во многом качество литургии зависит и все-таки от расположения сердца, вот, самого священнослужителя и от служителей всех, участвующих в этом, ну, таинстве, именно таинство веры, вот, и действительно, есть проскомидия, ну, это как вот, допустим, перед праздником, допустим, приготовление, да, вот еще там, на кухне, допустим, вот накануне праздника, вот, все ставят на место уже, допустим, ну, так, проще говоря, проскомидия – это приготовление, в принципе, я раньше этому придавал, там, мистическое там всякое значение больше, но сейчас отношусь я как вот уже обновление с информатором, как евангельский мыслящий православный священнослужитель, сейчас отношусь к этому как просто именно приготовление, не заморачиваюсь, если, допустим, в жертву, например, просто поставил чашу дискос, поставил хлеб, все приготовил, накрыл, то есть не даже, не, кому нравится, допустим, можно читать молитвы, допустим, кому интересно, ведь проблем, кто, есть любители старин, допустим, да, вот в древности, вот, но я об этом не вижу там никакого больше смысла, кроме как того, что именно реально просто приготовление, вот, но сама аллергия, вот как она здесь прописана, так считается, начинается с возгласа священнослужителя, там, еписк, или священник, он, ну, опять-таки, тоже, в традиционном православии вот священник спиной, ну, не стоит, мне нравится все-таки модель, когда священнослужитель, он стоит, вот, вот, когда вот таким образом, даже можно понижить, все-таки, раз делать, как на восковатое, ближе к центру, и ближе к центру, да, вот, как вот еще Антонин Броновский-Катустин, вот, значит, тот же самый Антонин Броновский, допустим, другие братья ставили по сути, очень хорошая идея, вот, и мне римское место вот нравится, римский вариант, современные имена, вот, латинский, потому что там священники тоже тогда вращены к людям, крестол, он, ну, пусть там не в центре, но, хотя есть и такие другие, которые есть. Нео как упоминать я был. Нео, да, но я не был, я не был, но слышал об этом уже, ни разу не слышал. Здесь ломают хлеб, вместе из одной чаши, вот так вот, она по кругу ходит, священник стоит, и все братья в груди, так в обминку стоят, играют на деталрах, очень красиво. Вот, вот такую вещь нам надо, вот такую и другую нужно нам. Притом, францисстанцы провоедили монахи. В Минске, да? Нет, в Стангуле. Нео как упоминать, да, они, в движении обновления в духе святом, они молятся в языках, и это которые… Здорово. Надо с ними познакомиться, тем более в Стангуте, собираюсь я. Они, я знаю, как упоминают в Гоми, есть. Вот ты? Да, они есть. Ну, и целый ряд обновленческих вот таких движений, постельных. Ну, да, мне хочется вот такой вариант, уже я был, здесь у нас в Киеве собирались, тоже у францисканцев, но не было такого вот. Ну, как бы, как я вот хотел… Просто многие епископы тут, они консервативно настроены, они дают новым католическим движениям, особенно в Европе. А в Станбул, там все хорошо, потому что любое обращение приветствуется, любое. И там все христиане держатся вместе, часто на католических литургиях можно видеть православный правитель, а Европе вместе не причастия, но вместе молятся прямо в Голопае. Хотя к причастию нет никаких уже канонических, нет вообще, препятствий. Потому что, значит, в конце 60-х годов, когда, значит, вопрос настоял о каноническом общении, о юрхолизическом общении, то, значит, 67-й год, или какой-то мечтой? Да, Афиногор, Патриарх. Афиногор, Патриарх, значит, да. Папа Ян XXIII, по-моему. Нет, Павел VI. Павел VI, да. Они, значит, договорились, что все, значит, и другие патриархи восточные поддержали, кроме московского патриархата. Но московский патриархат делегация не была... Они поддержали бы, но не было чисто по политическим соображениям, потому что КГБ просто в последний момент запретила бы делегации советской. Как и сейчас, они сорвали собор, в связи с ним. Да, да, то же самое. И поэтому... Но мероприятие не сорвалось, потому что все патриархи поддержали, кроме, значит, московского. Но, значит, московский патриархат присоединился все-таки благодаря вот этому... Никодиму Новгородскому... Неперемородскому. Неперемородскому. Да, да. Неперемородскому. Вот, и благодаря ему, этому митрополиту, присоединился уже в 71-м году, попозже чуть. Вот, когда избирали нового патриарха, поводом послужил в собору избрание нового патриарха, избрали тогда Пимена, вот, патриарха, при котором я начинал свое служение, как раз вот церковное служение, священное служение свое. Вот, значит, и тогда, когда избирали Пимена, то, ну, как говорится, под шумом, значит, митрополит, тогдашний Никодим Новгородский, он, значит, эту идею и огласил, что не пора ли, не пришло ли время нам лучше поздно, чем никогда присоединиться к всеобщему, всеправославному решению такому совместно с католической церковью. А какое решение было тогда достигнуто? Что все анафемы снимаются взаимно, там даже они сделали очень торжественно, красиво, есть видеозапись такая, интересная очень. Договорились в одно время, точная копия проклятий западной церкви на восточных христиан была уничтожена в Ватикане, а точная копия подобного документа, когда восточные патриархи прокляли западных, была уничтожена в Стамбуле, и патриархами восточными, собором восточных патриархов. Так что, кроме московского патриархата, но московский патриархат де-юре присоединился к этому в 1971 году официально, потому что после выступления митрополита Никодима единогласно, я подчеркиваю, единогласно, все епископы проголосовали за присоединение к этому решению. Один из пунктов этого решения был, что отныне было оглашено, что при необходимости любой православный христианин в праве каноническом, это было прописано, он может причащаться в любом католическом костере, у католического священнослужителя. И также в любом католическом костере может причащаться по этому праву каноническому в любом православном храме в виде исключений, но допускается. Исключений, если нет, то службы. Своей службы, да. Но это же какой шаг, слушайте. Хотя в 1975 году присоединились к этому решению, да, но, к сожалению, после 1991 года политика началась полная обратная, контрреформаторская. Еще в 1990 году, я помню, приезжали там в Загорск, в Сергий Посад, приезжали, были католики у нас в гостях там, они причащались, хотя наши старцы были так в ужасе, но они причащались вместе. А в 1991 году политика стала меняться. Алексей Патриарх, Алексей Второй, медленно, но верно, стал политику, ну, другую совершенно. После смерти Кимена ситуация резко поменялась вообще. Вот, и вот теперь московский Патриарх Кирилл, к сожалению, занял позицию еще более контрреформаторскую такую позицию, к сожалению, в этом вопросе. Хотя... Все, конечно, по области Бога. Возможны перемены, но пока так, как есть. И вот, литургия с возгласа благословено царство, и... ну, берется там, Евангелие, вот, и... крестообразно, как по традиции там. Благословено царство Отца и Сына и Святого Духа. Скажите? Виньи повся в час. Виньи повся в час, и на веки веки. Аминь. И мирная тенья, почему бы и нет? Она как раз и уже так... Она не обязательно, но она уже там настолько часть культуры стала. Вот я пою ее, эту литургию. Вот когда я литургию справляю, то, значит, служу. Вот. Но потом вот эти вот антифоны, опять-таки, на усмотрение. Они собирают много времени, но смысла в них особо этого нету. Хотя, если желание есть общины, и желание священников, можно и эти антифоны. Они включают в себя и местопение, и молитвы антифонные эти, и эктини, эти, малые эктини. Пакни и пакни, что называется? Они ежихеры, наверное. Не, ежихеры, это уже из другой части. Вот. И, значит, ну, самая суть-то. Вот, эктини успели мы, то есть, помолились, когда, значит, там, возглас, и тут же можно приступать в желчь. Три Святой, что называется. Три Святоя, Святый Божий, Святый Греб, и Святый Бессмертный. Но обычно, еще с глубоких времен, древних, присоединяли к этому, еще такое присвеское, помилу нас. Я обычно присовкупляю другую присвескую, как присловие другое. Слава тебе, легкала тебе. Вот. Не то, что я против помилу нас, наоборот, я показал. Но, знаете, когда уже оскомина от помилый, от Господи помилуй, уже оскомин на тогда, вот, это уже нездоровое. Момент, когда человек, он, знаете ли, слышит два, три раза, десять раз там, но, когда в течение служения, на протяжении служения, он десятки раз одно и то же, что, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, это ненормальная ситуация совершенно, потому что тогда как бы даже вообще нет понимания у обывателя, обычного гражданина, вот именно, ну, а помилуют ли вообще, непонятно, а помиловал ли тем более, вообще непонятно. И знаете ли, и не то, когда на обывателе все это отпечатывается, но сами спичинослужители, сами спичинослужители потом приходят к такому, как бы даже на уровне подсознания, к такому переживанию, как бы, а помилуют ли, а кто его знает вообще, да. Вопрос в том, что мы плохо понимаем церковно-славянский язык, русская середина, наша культура, она как бы ушла далеко от церковно-славянской культуры, а в церковно-славянской культуре слово «миловать», да, как и в польском, это «любить», то есть «пролей любовь на нас». Не юридически помилую, что вот мы догадили, а вот «пролей на нас вот эту любовь твою». И беда в том, что священники, они не понимают, что они поют. И большинство пасхы понимают это послуги юридически, увы. И еще больше скажу, что изначально-то, в Византии, когда пришло к нам с Византии, к литургии, кире Элеюсом, да, Элеюсом, Господи, помашь нас, помашь нас, из лей своего Елея. Вот значит, именно помашь нас милостью свалили. Опять-таки, милость имеется в виду там, и елей, и милость. Вот, кире Элеюсом, вот значит, то есть буквально именно это имелось в виду. Но в патолической литургии это единственная греческая часть. Кире Элеюсом, кире Элеюсом. Вот так вот наш латинский ритм, они сохранили вот эту греческую составку. Да, очень красиво. Да, тоже без спорта, в новой патолической уже еще вместе. Здорово, слава Богу. Так что вот так, дорогие господа, братья и сестры. Так, сейчас сделаем следующую часть. Так, сохраняется. Вот вторая часть почти не прервалась. Это хорошо. Помоли. Да, дай Боже, да. Вот, чтобы не злоготворяйте было. Да, вот, чтобы я святуюсь делать, точно. Так, дай Боже, сейчас, чтобы третья часть не была. Так, сейчас. Семь хлебов. Так же это позначил я. Так, а трансляция чем хороши, что все-таки, ну, оживает. Даже смотрю я. И люди по-другому реагируют уже. Вот. И вопросы пишут больше. Раньше мало вопросов задавали вообще. Так, вот. А сейчас смотрю, много вопросов стало, Боже. Слава Богу. Так что да. Вот, у нас престол уже выгинул туда. В этой третьей части. Поэтому, кто присоединяет их к трансляции, и потом будет смотреть эту трансляцию, то поясню, что сама ледургия, она вот в Грузии, как они сравнили это, значит, они это очень красиво сравнивают, когда ледургию с таким затянувшимся тостом таким, таким торжественным, даже как царским таким тостом. Когда священнослужители выступают вроде как-то, как томаты что-то такое. Они вот как бы все так красиво оформляют движениями всякими, передвижениями, там, значит, там, кождениями, там, и прочее, прочее. Вот, но, в принципе, так оно и есть. И хор поет, вот, и я когда был в Грузии, бываю, значит, на этих, там, у них, да у них каждый ужин поют. Вот, реально поют. Мне так нравится. И это, как виние ритурги у них содержается такая каждый раз. Удивительный, конечно. Вот, удивительный народ. Вот, и, но для понимания ритурги, думаю, очень хорошее объяснение. Вот, потому что в основе ритургии, что у нас? Хлеб о преломлении, это что-то, как мы можем сказать. Таинского тела крови Иисуса Христа. Поэтому мы называем Евхаристии, еще благодарением называем. Благодарение, восхаление Бога. Вот, действительно, благодарим Бога за все. И вот, на 3-святом основеился я. Хотя, опять-таки, ектинии, допустим, их много. На практике, вот, достаточно даже, на всю ритургию достаточно двух ектинии, достаточно. Можно трех, три ектинии. Но остальные можно просто почистить, просто убрать, не использовать. И уже время сокращается очень заметно даже. Вот, я на практике скажу, что, действительно, время чуть не в половину укорачивается сразу. Вот, потому что, оказывается, много времени занимают вот такие вещи, второстепенные. И самое интересное, то, что люди, получается, в большинстве своих, даже посещая ритургии, часто относительно, немного понять суть ее, смысла ее ритургии. Потому что за вот этими второстепенными, тридцатистепенными вещами, которым придается большое значение, вот, теряются самые наибажнейшие, собственно, самые главные, главнейшие. Вот. Это обидно, потому что сама любит и она очень красива, промославная. И вообще, любая христианская, вот, литургии, да, в нем как говорится, да, их много разных, вот, в основе все-таки же одно и то же лежит, именно хлебопроглобление, причастие, евхаристия, вот, таинство тела крови Иисуса Христа. Вот, и поэтому, да, провозгласить в царство, там, Отца, Сына, Святого Духа, спеть вместе и к тенью, самим душам, прекрасно, благословенно. И тут же, там, благословен Бог наш, Святый Божий, Святый Гребкий, все вместе, Святый Божий, Святый Гребкий, Святый Бессмертный, хвала тебе, слава тебе, все. Спели, вышел тут же, кто там, назначенный, заранее, брат, сестра. Прочитали послания, фрагменты с послания, допустим, вышел же, прочитал фрагменты с послания. Сейчас я Павла читал, допустим, сегодня. Вот, прочитал. Аллилуйя, спея, аллилуйя, 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 священника Я прочитал фрагменты, и все, и мир всем. Хорошо, в принципе, дальше вот эти тени, они все портят, честно говоря, по совести говоря, потому что они теряются, тем более вот это вот, допустим, как называемых, оглашенных, допустим, института оглашенных нету давным-давно уже, вообще забыли, что это такое, даже и в чем его едят. Вот, часть это вот, она ни к чему совершенно. Это можем спело пропускать, это все, все эти тени, все эти молитвы, и можем сразу приступать к такому и красивому одновременно и важному действию уже, вот, понимаете, ну, здесь интересно сейчас, как оно в украинском звучит. Мы еще херубими тайно уявляемо. Вот, само песнопение, можно какое-то другое еще песнопение включать сюда, я думаю, вот, разнообразить, да можно, что какой-то, ну, смысл такой, чтобы это песнопение, какой-то песня, да, которая бы, вот, действительно, показывала, что мы сейчас, как вот на небе, мы сейчас, мы вот, как вот на небесах, и ангелы вместе с нами, вот, ангелы в небе, господа славя, да, 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 что это такое. Или, или какую-то более спокойную песню, там, вот, драматичную такую, но, ну, и вот, конечно же, классика, да, мы, как херубими, мы еще херубими в тайно уявляемо. И желотворчие троицы, пресвятую письку на скрывании. И на белорусском по-другому учиться. Да? Как там? Ну, что, тайный способ. Ну, что, классы, глядя, херубими, и желотворчие троицы. Ну, ритмика, и ритмика совершенно другая. Интересно. Ну, вот, так что, и на белорусском составе. Вот. И потом упоминания вот этих, ну, друг друга, патриархов, ну, можно вспомнить, ну, вообще даже в альтернативном богословии, когда на занятиях об этом говорилось, я помню, однозначно говорилось, что так взята вот эта часть дальше, церемониальная, взята была просто с церемонии царского таляшивания двора в Базилевцево-изантийских. Переписана, по сути. Вот, ну, оно красиво, конечно, да, но страшно далеко это все от реальной жизни. Я предлагаю сразу, допустим, спели песню, да, помолились, допустим, о том, о том, своими словами, что нужно помолиться, в конце концов, оно обязательно нужно, даже нужно, даже, да. Вот. И тоже перешли к исповеданию веры. Вот. Вот, минуя здесь сразу, вот, не особо, пять страничек. Ну, смело можно сокращаться. А исповедание веры, это очень зрелищно, это очень запоминаемо, всем приятно, и все поют, вот здесь даже написано веры, можно даже и так написать, и чтобы всем могли это все читать. Вот. А дальше тоже здесь сокращенные вещи, я убрал некоторые вещи. Вот, то, что касается молитвы к Богородицам, к святым, это однозначно надо нам убрать просто, ни к чему. Литургия, все-таки, это действие именно обращения к Богу. Это обращение к Богу, это таинство тела к вере Иисуса Христа. И здесь не место совершенно вот, ну, молитвы кому-то еще посторонним, помимо Бога всему будущему. Даже ангелам, при всем уважении к ангелам, нет. Вот, поется там, мы как хирургимы, да, но там не дальше, не больше. Вот. И вот само таинство, дальше вот, перейдем, после, по сути, после вот этой исповедания веры, тут же можно священник Боже приступить сразу, минуя вот эти, ну, у Василии Леонидовича более подробную молитву, если бы у Заболудского там покороче. Вот. Но все равно. И короткие, длинные, ты просто выбирать можно эти вещи. И вот тут же Евхалистия, потому что уже на престоле все, хлеб, вино уже перенесено уже во время этого входа. Вот. Вот. А вход тоже, кстати, можно же совершать его и так вот просто, ну, по традиции берем, выносим, показываем себе инструктиву. А можем просто, даже здесь маленький храм, взять, поднести, показать, поставить все. Смысл-то такой. Если там нравится церемониальная, допустим, какое-то общение, там нравятся, допустим, какие-то хаты, так вот и вокруг храма ходить. Какая? Отмысл, и в храме, и вокруг храма креслом ходить. В принципе, еще более торжественно будет получается вообще-то. Вот. Вынос такой, износ такой. Но смысл один и тот же, что именно, вот, являемый хлеб, вино, да, вот, это вот знаки сейчас у нас голубовской жертвы, Иисус, да, на голубовку. Кстати, вот можно и песнопения такие тоже, там, какие-то во время входов, допустим, да, сделать, ну, не знаю, или слайд-шоу какие-то, или, там, с песнопениями такими, вот, когда Иисус, там, вот, идет, страдает, там, на голубовку, вот, на крест, несет крест, там, и так еще. То есть, можно продумать это все. Ну, чтобы не было это все, потому что было на таком вопросе. Только так, как бы, и никак иначе вообще. Ну, а в самой эйфористике, конечно, вот, дальше здесь какие-то моменты такие щекотливые. Вот, вот, там, именно, притворение, да, значит, таинство, когда свершается, вот, именно, как оно свершается. Ой, есть разное, короче, зрение, разное мнение, там, как оно превращается, не превращается, символ, не символ, там, реальная кровь, нереальная кровь. Вот, вот, но смысл-то всегда не в этом-то, истинное-то участие. Вот. Вот, вот, потому что, если человек, он сам Христа Иисуса, своим Спасителем, Господом, не при нем, то, ну, все вот эти верования, они напрасны, вообще. Вот, вот, потому что, все-таки, в основе лежит то принятие самого Иисуса, личности самого Иисуса Христа. Вот, вот, даже если, допустим, христианин, он верит, что эта буква не превращается, хорошо, но это не волшебство, которое входит в него и освящает его. Вот, вот, ни в коем разе. Вот, или он верит, что это символ, допустим, да, тела и крови Иисуса Христа. Ну, опять-таки, значит, это входящее в него не может ни осквернить его, ни осветить его, не может. Вот, когда мы верим, что это, как бы, значит, нас, внешне что-то входит в нас, да, мы едим, и оно нас освящает, как бы. Ну, это вера такая, сродни какому-то магизму, знаете, вот, я уже куда-то приду, что-то возьму, там, что-то съем, что-то сделаю, и будет мне то и то. Такое магическое отношение такое, вот, как бы, оно присутствует, конечно, в христианстве, но это, по сути, не христианское. Ну, это не наше. Вот, по сути, это христианское, то, что исходит из сердца, не то, что входит в нас, а то, что исходит. То, что входит в нас, оно не может нас не осквернить, согласно теологии Нового Завета уже, вот, и не может нас и осветить, соответственно, тоже не может. Вот, а то, что исходит из нас, вот, а что исходит в момент для других, что от нас, собственно, что исходит? Наше рассуждение о теле и крови Иисуса Христа, наше рассуждение о том, что действительно Иисус умер за нас, и умер не просто за всех нас даже, а умер лично за меня. Вот, каждый верующий, каждый участвующий в христианстве, да, он должен это осознавать, четко очень, что Христос умер лично за меня. Да, за всех нас, но лично за меня. И умер, почему? Чтобы я не погиб, имел жизнь вечно. Он простил меня, Бог во Христе применил с собой мир. То есть, все-таки, в основе христианства именно само, ну, Евангелие, само послание христианства, это Евангелие, это прощение. Это прощение, это исцеление, это благословение. Вообще, в идеале, люди, приходя на другую, уходя с другими, они просто еще больше убеждаются, как бы, да, укореняются в той мысли, что они полностью прощены, полностью исцелены, полностью благословлены всеми благословениями небес. То есть, вообще, и все, что, самый широкий, как вот Грановский писал там, самый широкий доступ к престолу Отца Небесного открыт. Все. Больше между мной и Богом ничто не стоит. Все. Завеса разорвана. Что, вот в этом постам или любви, собственно, что Бог во Христе применил с собой мир. Вот это очень важно, и довести, конечно, и самого себя, и каждый раз священнослужители, да, приняли ответственность за это служение на Небесном священии. Вот. И, конечно, здесь можно молиться вот такой молитвой тоже, допустим, в католичной традиции считается, что там при чтении слов Иисуса Христа, да, вот, происходит таинство там само. В православии, восточный вариант, обычно в молитвах, вся суть молитвы после того уже наших молитвах. Таинные, да, такие, которые не слух читаются? Ну, они, не, вслух читаются, но они так, не громко. Не громко. А объект, который так громко сидел? Ну, в принципе, оно, как бы и раньше было тоже так, и везде просто потом из-за суеверных страхов всяких стали вот так вот полушёботом, там, мистика такая началась, такая монашеская такая. Ну, там, как бы, есть даже легенды такие, что, мол, там, какие-то дети попытались изобразить нечто, потом и огонь сошёл, они там, дети пострадали, как бы, ну, короче. Много всяких, суеверные страхи в основе вот подобного религиозного такого отношения. Суеверные страхи. Суетная вера. Суетная вера, да, суетная вера. То же самое, когда, допустим, там эти вот, опять, иконостасы, почему возникли так. Есть, ну, обычное семинарское объяснение такое, ну, классическое, что вот, мол, там, кстати, Василий Велик, с ним связано там. Вот, вот, он, значит, там, как бы, каждое служение, каждой литургии видел огонь исходящий. Другие не видели, а он видел огонь исходящий, как будто, нахрюк, вино. Вот, как бы, и он, значит, там, как будто, для него это было удостоверение, что, ну, как говорится, место совершилось, как будто, литургия совершилась. Вот, и они один день молились, и он говорит, ну, братья, нет огня, молитесь еще, молятся еще, еще, там, еще, и нет огня. Вот, братья, в чем дело? Короче, он стал смотреть на служителей, значит, может, ну, не во мне, может, кому-то еще где-то. И он заметил один из священнослужителей, он вроде как молился, вроде как там рассматривал одну красивую девушку, значит, в зале. Ну, как бы, хоп, все, товарищ, ну-ка, уйди отсюда. И он, ну, ушел, огонь. И он, все, теперь я знаю, что делать. В следующий раз буду молиться за закрытый завес, чтобы пачечки не отвлекались ни на кого. Вот, значит, и, ну, опять-таки, проблема-то, ну, все опять-таки из-за суеверия какого-то. Знаете, вот, по сути, контрреформация, началась такая завес опять, потом завесит, чтобы люди, как бы, не скучали, надо какие-то картинки повесить, вот, чтобы люди, как-то, зрелище какое-то имели. Вот, какие изображения, ну, женской части, богородицу, пусть смотрят на Марию с младенцем. В мужской части, ну, кого, ну, спасители, конечно, начали, там, да, начали, там, начали, там, мужская, женская части, там, там, все, все чин по чину. Потому что молитвы, порой, там, у Василия, чем славился Василия, там, собственно, что, порой многочасовые, другие служил такие, потому что он, вот, вот, пока не будет огня, он не уйдет с места, как говорится. Да, то есть, опять-таки, ну, суеверия такие, знаете, потому что неважно, ты видишь огонь, не видишь огонь, не будь привязан к этому вообще. Даже если ты видишь обидение, пусть никогда не будут эти вещи для тебя, ну, как бы, ну, руководством каких-то, ну, действием, что ли, не знаю. Ой-ой-ой, тиморик такие. Пусть Бог помидует нас. Вот, и опять-таки, при словах Иисуса это все совершается в таинстве, или потом, при наших молитвах дальнейших, после слов Иисуса. Хочешь верить так? Верь так. Хочешь верить так? Верь так себе. Вот, и я знаю, что оно совершается, даже не после определенных слов, я знаю, что оно совершается только здесь. Я это знаю точно. Здесь совершается и здесь совершается. В уме нашем, в разуме, и в сердце нашем совершается. Поэтому я с удовольствием могу повторять и те слова, и те слова. Ну, а дальше, эти их тени, опять-таки, церемония, все это можно сократить. Потому что сама ли другия, знаете, она, вот если евангельские ее осмыслить, да, библейские ее преподать, то она не просто будет короче, она и будет, ну, как вот именно, цельней. Цельней, целостней, на самом деле, цельней, да, целостней. И она будет, ну, яснее и для самого священнослужителя, да, значит, и для всех людей. Вот. Я думаю, что это послужит лишь оздоровление, вообще, для, ну, всего православия, вообще, всего христианства. Вот. И, тем более, когда там можно расплавлять, там, и писать, да, и не гораздо, значит, там, другими какими-то. Не всегда одно и то же. Чтобы не было, как вот говорил Гоголь, Николай Васильевич писал, что и другие у нас превратилось, говорит, в хорошо аппетитированные театральные действия. Вот. Чтобы не было такого. Эсклинированный парад. Да, да. Вот в Матери, если что, там, исполнили что-то. Лев Толстой еще очень просмеял. Ролевые игры, получается. Ролевые игры. Да, 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 да. Получается, да. Ну, параллел. Вот, но чтобы, действительно, чтобы была жизнь, ритургия, как живое общение с живым Богом. Живое общение с живым Богом. Мне очень помогло, знаете, что вот, скажу, что мне помогло общение с христианами разных конфессий. Разные динаминации. Я очень сильно в жизни помогло. Потому что я увидел разные примеры, разные формы служения, разные литургии, можно описать, да. Вот. Особенно для меня был такой стресс, очень приятный такой стресс. Когда, зная Богу православную литургию, вдруг я познакомился и приобщился с католической литургией вместе. Вот. Здесь вот, в Украине, с литургией, в польской местах. Мне так понравилось она очень сильно. Особенно на то, что реакирую, чтобы она все... Там современный престол такой стоял, там никаких мощей, просто вот здесь престол. Вот, значит, там священники молятся своими словами. Там, дукушменты, все так, все так, все так, все так, все так. Как-то так. Вот. Мне так понравилось. Вот, значит, и... То есть они и по молитве, где-то там молятся, и своими словами тоже. Ну, вот. Отец Максимилиан набрал гитару. Вот еще, ну, пару песен на спине. Я еще уже двух хейтмах. Ну, как бы, да. Ну, мне так понравилось, вообще, думаю, здорово, думаю, вот, фу, вот тебе веса. Вот. И вот, чтобы и в православии было такое вот, ну, такое вот, аджурганам, да, ну, да. Вот, такое оживление такое, чтобы было. Хорошо, друзья. Вот. Спасибо за внимание. Всем молитесь, пожалуйста, молитесь тоже за нас. И молюсь о том, чтобы и здесь, в Киеве, и по всему, как говорится, лицу земли, чтобы и в православных церквях, и в других во всех конфессиях существующих христианских, чтобы было вот это вот оживление, пробуждение духовное такое. И чтобы Иисус Христов был центром нашей и теологии, и теории нашей, как говорится, и практики нашей, практической нашей христианской жизни. Слава Богу! Благословляю вас благословением священническим. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в коем другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Пусть вся слава будет Господу нашему Иисусу и в нашей жизни, и в церковной жизни, личной жизни, и в церковной общественной жизни. Слава Богу! Так что благословляю вас. И если в субботу, напоминаю, будете в Киеве, то приходите сюда, в кобыльцу, храм, часовня, на молитву. Это в субботу с 9 утра, в Вересне 24, здесь в Киеве. С Богом! Мир всем!